Вот нынешняя молодёжь, то они не то, что мы, да, в своё время. Ну, это смешно, да. Ты с ума сошёл, как это ты вот уходишь из университета, всё, там сейчас небо рухнет на землю, и мы все умрём. В идеале учиться должны люди, которым это интересно. В реальной жизни получается не так. Я мало себе представляю более грустных вещей, чем через пять лет выйти из университета и понять, что ты их просто потратил впустую, да, там ты потусил, познакомился с какими-то людьми. Иногда это происходит просто автоматически, когда, ну, человек, надо чем-то дальше заниматься, нужно какую-то цель всегда ставить, вот. Ну, и у тебя нет иногда возможности взять паузу и просто понять реально, что ты хочешь от жизни, потому что всегда что-то, кто-то хочет от тебя. Здравствуйте. Это подкаст «Внимание, вопрос», где мы с знатоками клуба «Что, где, когда» обсуждаем вопросы, на которые нет правильного ответа. Меня зовут Михаил Крюк, и сегодня у нас в гостях обладатель «Хрустальной совы» Станислав Мереминский. Добрый день. И обладатель «Приза за самый яркий ответ» капитан команды клуба «Что, где, когда» Алена Повышева. Здравствуйте. Внимание, вопрос. Какое образование нужно, чтобы быть успешным? Станислав, ты кандидат исторических наук, доцент, преподаватель, старший научный сотрудник, редактор исторической литературы и автор более 50 научных работ. Почему ты пошел по такому пути? Зачем ты так долго учился? Очень простой вопрос, потому что мне это интересно. И вообще, мне кажется, это самое главное. То есть в идеале учиться должны люди, которым это интересно. В реальной жизни получается не так. Если говорить о теме нашей встречи, то успешность вообще тут ни при чем. Потому что успешным может быть действительно человек с очень разным образованием. Ему важно найти себя, найти то, где у тебя получается. То есть ты практически с самого детства предполагал, что пойдешь по этому пути, потому что тебе всегда было интересно учиться. В общем, да. Я думаю, что и в «Что, где, когда» я примерно по этому же начал играть, потому что мне интересно что-то новое узнавать, чему-то новому учиться в этой игре. И, собственно, я во многом поэтому и продолжаю заниматься «Что, где, когда». Ален, у тебя немножечко другая история, про которую ты, в частности, рассказывала в интервью на удаленке. Можешь рассказать нашим слушателям, как ты выбирала какое высшее образование получать? И как это происходило? Да, у меня ощущение, что мы со Стасом на диаметрально противоположных концах подхода к высшему образованию. Потому что я, честно говоря, до последнего времени, вот буквально до последних нескольких лет я не знала, кем я хочу стать, когда вырасту, несмотря на то, что это давно уже произошло. И я как раз шла в университет, в какой-нибудь, чтобы просто учиться, потому что, ну, а как это не учиться? То есть мне казалось, что высшее образование должно быть у любого приличного человека. И у меня была там дикая совершенно история. То есть я мечтала поступать в медицинский университет в Минске. Потом ближе там уже к делу я поняла, что, скорее всего, я туда не поступлю. Что-то я побоялась. Попыталась поступить на биофак, на биотехнологии. В последний момент тоже что-то меня переклинило. Я перекинула документы на химию лекарственных препаратов. Оказалось, что там нужна математика, которую я не знаю. Ну, короче, там была страшная история. И в конце я просто за компанию с другом, которого встретила в очереди, пошла учиться на инженера-экономиста на предприятия из химического комплекса. И проучилась там полгода. Поняла, что мне не нравится вообще ничего. Не то, что я учу, не то, как это происходит. Не место. Ну, то есть там были приятные люди. И, в общем, всё на этом. Всё, что касалось образования, было чудовищным. И я просто шла-шла по коридору, пошла в деканат, забрала документы. Они вообще не поняли, что происходит. Говорят, такая, ну, у вас нормально всё, вы там что-то сдаёте. Я говорю, ну, а мне не нравится. Говорят, ну, никому не нравится. Это же не то, что должно нравиться. Говорят, ну, не, ребят, так не подходит. Ну вот, и потом я очень долго пыталась понять, что бы я хотела делать. И я решила, что, наверное, я хочу заниматься искусствоведением. Я тогда уже играла в «Что, где, когда» достаточно долго. И я подумала, что это мне может помочь. Будет классно. Я буду знать много картин. Но в университете, в который я собиралась поступать, как выяснилось, искусствоведения уже не было. Ну, был дизайн. Ну, короче, я быстро научилась рисовать. Поступила на дизайнера, отучилась. Ну, в общем, вся история моего вовшего образования состоит из метаний, беготни туда-сюда. И потом просто череда случайностей привела меня туда, где я сейчас. Но с высшим образованием, конечно, это связано очень опосредованно. То есть, получается, ты закончила университет в направлении дизайнера. Да. Скажи, а давай сейчас немножечко отвлечёмся и поговорим про успех. Что такое вообще сегодня успех и в чём его можно измерить? Ну, я считаю, что успех, он в первую очередь в удовлетворённости человека тем, что он делает. Ну, и в моём всё-таки представлении это взаимосвязано с какими-то материальными благами, которые он от этого получает. То есть, если человеку нравится то, чем он занимается, и он благодаря тому, чем он занимается, имеет возможность жить так, как ему хочется, вот я считаю, что это успех. То есть, по этой классификации ты бы сказала, что ты успешный человек? Сейчас скорее да. Соса, ты что думаешь? Ну, я, в общем, согласен, да, с тем, что сказала Алёна, потому что, ну, действительно, мы всё-таки живые люди. Другое дело, что у каждого человека разные меры необходимого и того, что он считает достаточным в смысле материальных благ, да. Поэтому могут... Ну, это может только сам человек оценить, успешен он или нет. Со стороны это крайне сложно понять. Ну, если мы говорим про успех в этом разрезе, то ты, получается, тебе в этом образовании очень сильно помогло, потому что это и как раз то, да, про что ты говорил, что тебе очень интересно, и то, от чего ты получаешь удовольствие. Ну, в общем, да, да. Мне, конечно, повезло, что, в общем, с не самым востребованным, наверное, историческим образованием, тем более со специализацией там по истории средних веков европейских, я смог найти работу, работы, точнее, где, в общем, ну, как-то, да, я не чувствую себя совсем уж таким подвижником, который просто это делает исключительно из любви науки. Да, я думаю, что мне повезло. Сас, ну, ты, наверное, как никто, знаком с системой образования в нашей стране, поэтому начнём с тебя. Давай мы расскажем нашим слушателям про то, какие сейчас этапы образования существуют, и про то, зачем они нужны, что они дают. Ну, вот, например, начнём с самого базового, со школы. Да. Ну, школа – это понятная очень вещь. То есть у нас всё-таки среднее образование, оно по закону является обязательным для всех. Оно должно, как я себе представляю, как, видимо, представляют те, кто составляет программы, дать ребёнку какие-то базовые ориентиры. Он должен знать русский язык, который является у нас государственным, без которого довольно сложно жить в стране, как в любой стране, не зная государственный язык, причём в каком-то нормативном варианте. Он должен знать основу математики, потому что тоже это необходимо любому человеку в жизни уметь базово считать, умножить, поделить, не знаю, процент, чтобы он понимал, что такое 10%. Потому что есть известная шутка про гуманитария, которому увеличили зарплату в 0,9 раза, и он радостно и после этого уходит. Хотя, на самом деле, её понизили. Чтобы не было таких ситуаций, конечно, любому человеку нужны какие-то базовые знания математики. То же самое касается школьных. Историй, географии, литературы – это то, что, в общем, нужно, чтобы мы, как жители одной страны, граждане одной страны, обладали какими-то общими представлениями. Как раз хотел Алену спросить, но давай тогда с тебя начнём. А вот это вот разнообразие предметов, которые есть в школе, оно уже в том числе должно давать какое-то понимание ученику, направление, в котором ему двигаться, что ему интересно. Ты сразу же в школе понял, что вот тебе интересна история? Нет, не сразу. Не сразу, но где-то к старшей школе я уже понимал, что всё-таки мне не очень... Отчасти это было методом исключения, потому что я тоже понял, что мне не очень интересна математика, хотя я не могу сказать, что у меня там были тройки. Но, в общем, как-то не очень мне к этому лежала душа, к физике, химии тоже, к биологии, хотя я, в общем, рос в городе Пущино, который наукоград именно биологический. Но вот нет, как-то я понимал, что скорее нет. С гуманитарных дисциплин... История мне была интересна, конечно. В общем, с детства на уровне, не знаю, книжек, Дюма какого-нибудь, что-нибудь ещё такое. И потом, да, где-то вот к 10-11 классу я понимал уже, что я буду поступать в какой-то из вузов, где есть исторический факультет. В общем, в итоге так и получилось. Хотя не могу сказать, что это было прямо связано именно со школьной историей, с школьным предметом истории. Это были просто какие-то мои личные интересы. Но надо понимать, что я рос ещё в... Я закончил в 97-м году школу. Соответственно, ещё не было интернета практически. То есть у меня не было дома компьютера с интернетом. Поэтому откуда я получал знания? Получал знания, в общем, из книжек, но отчасти из телевизора. Сейчас возможности что-то узнать школьнику не сопоставим, просто не сопоставим больше, чем в моё детство. Алёна, а ты? Если ты собиралась поступать на медицинский, потом на, напомни, химий... На биофак, потом на химфак. И на химфак. Любила эти предметы в школе? Да, я обожала химию. Я очень хорошо её знала. У меня был хороший очень репетитор. Это было моё главное разочарование в школе. Я очень ждала химию. Класса, наверное, с пятого. И вот она у нас начиналась, по-моему, в восьмом. И когда она началась, нам её преподавали очень так, очень-не очень. И я ужасно расстроилась. Пошла к маме, сказала, что мне не нравится, как мне её преподают. Я ничего не понимаю, а я хочу. И вот у меня тогда появился первый репетитор. И он был совершенно роскошный. И я химию знала прямо очень хорошо. И мне даже хватило запаса, при том, что у меня ужасная память, мне хватило запаса даже на младшую сестру на какие-то её школьные годы, когда я уже на дизайне, мне кажется, училась и ничем таким не занималась. Я ещё что-то там помнила. Ну и биология, то есть по химии, биологии я ездила на какие-то олимпиады. Ну да, я их знала прямо хорошо. А когда ты уже поступила непосредственно на специальность дизайнера, это был бакалавриат или специалитет? У нас нет такого. Я же из Беларуси, у нас есть просто высшее образование. Ну типа это как у вас, наверное, специалитет. Как это было, собственно, до введения. Ну, в общем, да. То есть у нас есть просто высшее образование, а потом ты уже можешь пойти в аспирантуру, магистратуру. Но вот это базовое высшее образование. Стас, а в чём разница, получается, между специалитетом и бакалавриатом? Ну, специалитет – это как бы законченное высшее образование. 5 лет, и ты получаешь диплом, где написано, что ты специалист в какой-то области бакалавриат. В общем, у нас воспринимается как такое неполное высшее образование во многом. То есть бакалавр должен идти потом в магистратуру? Ну, не должен, но, в общем, я так понимаю, что отношение очень часто такое, что если человек просто закончил бакалавриат, он как бы такой полуфабрикат. То есть у него высшее образование второго сорта, второй свежести. Хотя, в общем, это неправильно. То есть это же заимствованная система из Европы, Штатов. Идея в чём? Чтобы максимально диверсифицировать. То есть очень часто у нас почти всегда бакалавр, ты бакалавр, и ты пытаешься там же, где ты учишься, и магистратуру. Да, если ты идёшь в магистратуру, заканчивать. Идея отчасти связана с большей динамикой. То есть ты в одном месте бакалавр, потом ты в другой едешь в вуз магистратуры, потом, если ты продолжаешь наукой заниматься, ты можешь в третьем месте уже там диссертацию писать. Особенно в рамках ЕС, где всякие программы обмена, это, в общем, способствует такой большей динамике, большим контактам. У нас, в общем, это заимствовано было механически. Сейчас, на самом деле, насколько я знаю, в некоторых вузах есть идеи возвращения к пятилетнему специалитету. По-моему, даже в МГУ об этом выговаривают. В общем, переходили со скрипом. Потому что, ну вот у нас как-то это, когда, видимо, механические заимствуют, оказывается, это не всегда хорошо работает. Хотя, в общем, идея понятная. Но дальше просто получалось, ведь как? Когда ввели вместо пяти лет четыре года бакалавром, попытались все те же самые предметы засунуть не в пять лет, а в четыре. Соответственно, это перегружало студентов, перегружало преподавателей. В общем, всё равно, ну, получалось, действительно, не было ощущения, что это нормально. Было ощущение, что это вот какое-то насилие над привычными программами, над привычными предметами. В этом, наверное, проблема. То есть в теории бакалавры могут говорить, что им было сложнее, чем специалистам? Ну, в общем, да, потому что, ну, оказалось, что, в общем, делаю, преподают, и программы делают те же самые люди, которые привыкли работать вот в этой матрице пятилетней. Вдруг они просто... Не то, что они сами, это было их выбор, а их поставили перед фактом. Теперь вот то же самое должны студентам за четыре года рассказать и не проблемы. Ну, про вот этот этап мы ещё поговорим в дальнейшем. А зачем после окончания бакалавриата или специалитета идти в магистратуру? Если ты, например, не собираешься заниматься научной деятельностью. Есть ли вообще в этом смысл? Ну, честно, я думаю, что нет, конечно. На практике действительно очень часто идут, опять же, как Алена рассказывала, потому что не очень представляют, а что делать. Это такая ещё два года отсрочки. Хотя, в общем, реально сейчас, насколько я понимаю, по крайней мере, там, где я работаю, в магистратуре занятия в основном вечером и по субботам. То есть реально всё равно люди уже где-то работают, те, кто учатся в магистратуре, потому что, ну, просто по-другому не получается. Ну, и, в принципе, это может быть и правильно, хотя с точки зрения нагрузки на молодых людей это тяжело. Алена, а ты рассказывала, когда ты закончила, ну, я понимаю, что это то, что у нас называется специалитетом, пять лет, да? У тебя не было мысли идти на магистратуру, ты хотела уже пойти попробовать работать. Да, да, ну, я вообще не очень понимаю, ну, то есть я не очень понимаю в специальностях типа дизайна реально смысл магистратуры, потому что, ну, тебе дают какие-то знания, да, дальше это только практика, и, ну, как показывает жизнь, да, лучше всех преуспевают потом люди, которые просто начинают раньше работать. То есть там мои однокурсники, которые начинали со второго, с третьего курса уже где-то подрабатывать, они в итоге к диплому уже, там у некоторых были какие-то свои небольшие дизайнерские конторы, ну, в любом случае, у них уже был опыт, которого, ну, ты все равно никак, ты его не получишь, пока ты учишься. И вот, честно говоря, в таких практических специальностях я вообще не вижу смысла магистратуры. То есть когда это фундаментальная наука, само собой, и когда ты хочешь продолжать ей заниматься, а вот там условно в дизайне, у нас было пару человек, которые шли на магистратуру потом, но это реально, мне кажется, было такое вот, да, немножко от непонимания, что делать дальше. То есть, например, твои специальности, вот этот вот год или два года, которые тратят на магистратуру, да, они не дадут того, чего ты можешь получить в практической работе за это время. Мне кажется, что нет, за исключением случаев, если ребята хотят потом оставаться преподавать, например, вот те же, там тот же дизайн, да, или, ну, какая-то методическая работа, вот тогда, наверное, да, имеет смысл. А так, мне кажется, что нет. Вообще, я понимаю, что, наверное, это зависит от сферы и от рода занятий, но насколько вот сегодня вообще нужна вот эта вот, то, что называют корочка, вот этот диплом при принятии на работу. Ну, вот, например, если в твою компанию придет какой-то очень перспективный, интересный дизайнер, у которого не будет диплома, для тебя это будет важным фактором? Честно говоря, нет. И я буквально вот на прошлой неделе размещала пару вакансий себе в отдел, и я поймала себя на мысли, что я всегда ставлю галочки, ну, вот, когда отправляю запрос HR, я всегда ставлю галочки выше, неоконченное, выше, а на некоторые позиции даже среднее, потому что, ну, мне, честно говоря, вообще без разницы. То есть, ну, я предполагаю, что вот, ну, я работаю в маркетинге, и у нас высшее образование, ну, как вообще, вот, мне кажется, в таких специальностях высшее образование нужно только как опыт работы с информацией, а именно вот то, чему там учат в университете, это вообще не нужно. У нас даже, ну, такая полушутливая есть, полушутливое правило, что мы не берем на работу людей с высшим маркетинговым образованием, потому что это всегда хуже. И, ну, у нас действительно, вот у меня в отделе, там, около 20 человек, у нас у двоих есть образование соответствующее, ну, и не считая дизайнеров, там, понятно, ты должен что-то уметь, но остальные это просто люди, которые, там, каким-то образом к этому приходят, и которые больше работают, чем учатся, потому что, ну, вот, например, научить маркетингу, ну, это глупо. То есть тебя учат стандартным инструментом, которые устаревают еще до того, как ты заканчиваешь университет. И смысла в этом я, честно говоря, не вижу. Ну, если заниматься все-таки научной деятельностью или преподавать, понятно, что, наверное, высшие ступени образования нужны. Ну, да, конечно. А вот если мы немножечко абстрагируемся и посмотрим там на все, на другие специальности, да, на людей, которые не планируют развиваться в академической сфере. Стас, как ты считаешь, сегодня вот ценность вот этого диплома, она как бы тоже немножечко падает для работодателя, или это все-таки очень неоднозначно? Ну, мне кажется, сейчас немножко ситуация, вот, опять же, Алена говорит, ситуация немножко нормализуется, потому что, ну, вот лет 10 назад было ощущение, что просто, да, на вакансии, не знаю, водителя, там, без высшего образования не берут. И это было... Это ненормально, так не должно быть, да. Это девальвирует, прежде всего, высшее образование, потому что... Проблема в том, когда ты приходишь преподавать и видишь людей, которым неинтересно, которые тут мучаются. И это тебя самого жутко демотивирует, да. Но при этом рядом с ними в той же группе сидят люди, обычно их гораздо меньше, да, но они есть, которым интересно. А есть те, кто пришел, видимо, действительно просто потому, что, ну, вот им сказали, им надо какое-то высшее образование получить, вот им кажется, что тут проще должно быть. Ну, это плохо, это неправильно, да. У нас просто действительно полностью пропал, был разрушен такой институт, как среднее специальное образование, да, потому что то, что ПТУ называлось, да, но это прям ругательство, ПТУшник, да. Хотя в общем... Меня мама пугала вообще страшно в школе, что не дай бог, ты будешь плохо учиться и пойдёшь в ПТУ. Ну, конечно. Никто не мог объяснить, что такого плохого, но казалось, что просто всё, вот дальше ПТУ, только кладбище. Хотя казалось бы, да, там даже тот же дизайнер, по сути, это, в общем, навыки, которые в рамках среднего специального образования, не знаю, парикмахер может быть прекрасный, очень успешный, хорошо зарабатывающий, кулинар. Да, масса работ, которые человек может хорошо делать, чувствовать себя успешным, даже вполне материально, и при этом ему совершенно не нужны эти предметы, которые ему будут давать принудительно. А как вы относитесь к образованию за рубежом? Ну, вот помимо возможности трудоустроиться в другой стране, что оно даёт, в чём его преимущество? Алёна, как тебе кажется? Ну, мне кажется, что в первую очередь, конечно, это очень сильно расширяет кругозор твой, но тоже и самообразование, и то, что ты общаешься с людьми, которые растут в других культурных рамках, и, ну, в принципе, сам подход к образованию у нас и не у нас, да, он же сильно отличается. Вот, и мне кажется, что тут много всего интересного. Я опять же, ну, не знаю, наверное, это всем было бы полезно в той или иной степени, да, как-то, ну, просто реально в рамках программы расширения кругозора. Было бы здорово, если бы у всех, кто действительно там получает какое-то высшее образование, была возможность как-то ездить и смотреть просто, как живут и учатся другие люди. Ну, и в принципе, ну, это такая, да, это реально очень глобальный такой вопрос, что вообще очень здорово ездить и смотреть, как живут другие люди. То есть всё, там, образование, не образование, работа, не работа, это, ну, просто всегда хорошо и всегда полезно. Ну, Алена говорила, наверное, культурную, да, составляющую, а вот если всё-таки сравнивать системы образования наши и зарубежные? Я понимаю, что это очень общий вопрос, и это зависит и от факультета, да, и от вуза. Но в общих чертах какие главные, отличительные черты двух образований? Не будем говорить про плюс и минус. Ну, я не уверен, что здесь, правда, так можно проводить границу, потому что, ну, изначально, на самом деле, исторически, это ещё восходит, по сути, к XVII веку, у нас система образования ориентировалась на Германию всегда. Да, у нас даже такие вещи остались, вот кандидаты, доктор наук, откуда? Это немецкая система, уже, в общем, в Германии её нету, ну, рудименты есть, а у нас есть, потому что то, что есть две научные степени, да, а в англо-американской системе там только PHD, да, это, в общем-то, уже доктор, да, хотя говорят, что это соответствует нашей кандидатской. Поэтому, например, германская система и британская, и американская – это три, на самом деле, очень большие разницы, да, если так что говорить, да, потому что, на самом деле, немецкая, она, в общем, со всеми большим множеством оговорок, она ближе к нам, чем немецкая, к американской, например. А вот если говорить, кстати, мы этот вопрос запустили, про кандидата и доктора наук, в чём разница, и что нужно, чтобы получить каждую степень у нас? Ну, нужно, собственно, кандидат, предполагается, да, что ты закончил больше образования, сейчас магистратура, ты можешь продолжить в аспирантуре, или ты можешь после специалитета сразу в аспирантуре продолжить, и к концу аспирантуры ты должен, в общем, это твоя главная задача как аспирант, подготовить работу, диссертацию, в случае успешной защиты становишься кандидатом, и дальше там, ну, есть возможность, продолжая научную работу, какое-то время писать, подготовить докторскую диссертацию. Ну, там есть, там есть, собственно, разница в статусе, ну, для этого надо ещё параллельно публиковать некоторое количество работ, причём нигде попало, да, в каких-то уважаемых журналах. Ну, и, в общем, в идеале, конечно, предполагается, что доктор наук – это человек, у которого ещё есть некоторая, ну, своя школа, или тот, кто какое-то новое направление в науке своей работы открывает. Ну, реально, конечно, по-всякому в жизни получается. Иногда это происходит просто автоматически, когда, ну, человеку надо чем-то дальше заниматься, нужно какую-то цель всегда ставить. Вот, ставишь цель доктором стать, да. Ну, в общем, там есть формальные вещи, да, там есть, например, если ты работаешь в академических структурах, там дополнительные доплаты за научную степень какие-то. Ну, в общем, разница, например, такая ситуация. А если мы будем говорить про… вот сегодня существует очень много разных курсов, платформ для обучения, да, и в рамках твоей специальности, наверное, их огромное количество, ты вообще много времени им посвящаешь? Я вообще нисколько времени им не посвящаю, потому что у меня его просто нет, к сожалению. У тебя всё уходит в практику. Ну, да, на самом деле я считаю, что это здорово, что такая возможность есть, потому что мне идеологически, конечно, ближе, в принципе, в образовании подход, когда ты можешь набирать себе курсы, ну, там, американская, да, видимо, эта система, когда ты можешь набирать курсы, которые тебе интересны, и изучать вот именно то, что ты хочешь. Вот, а там, не знаю, приходите, как я там в первом университете, я просто спала на высшей математике, потому что, ну, мне, правда, мне неинтересно, это не моё, мне не даётся, но у меня нет возможности этим не заниматься. Вот. И даже на дизайне у нас, честно говоря, была высшая математика. Дизайнер? Зачем, казалось бы. Да, но у нас был очень интересный преподаватель, который рассказывал нам про какие-то космические сферы, законы гармонии и прочее. Он был очень своеобразный и интересный человек, но с высшей математикой, конечно, это имело очень мало общего вот как бы с настоящей. И только поэтому, я думаю, мы её как-то там учили, иначе бы просто никто не ходил. Ну вот. И то, что сейчас есть возможность вот этих разных всяких курсов, то, что ты можешь там добрать то, что тебе было интересно, но чего у тебя не было возможности учить в ВУЗе, например, это прям здорово. Ну или вообще заменить ВУЗ, например, какими-то такими хорошими курсами. Другое дело, что сейчас, ну, помимо чего-то стоящего, есть очень много инфоцыганства. Это, конечно, ну, минус. Но и это тоже вот одна из вещей, которую, мне кажется, должна учить там и школы, и университет потом. Это именно, ну, калибровка входящей информации, да, и как-то вот, ну, критическое к ней отношение. Но в принципе то, что есть такая возможность, это, я считаю, очень здорово. Вот. И то, что у молодых людей, которые хотят что-то пробовать, есть возможность не идти там, поступать мучительно в университет, через полгода понимать, что это не твое, бросать, снова поступать, снова бросать. Ну, то есть, во-первых, не у всех есть такая возможность, да, и там не всех поймут родители, например. Ну и в принципе это довольно большой стресс. А так ты можешь реально там взять курс, не знаю, взял курс по маркетингу, понял, что тебе не нравится, взял там, не знаю, художественное плетение из лозы. Ну, вообще всё, что угодно, да, ты можешь пробовать и как-то вот ориентироваться в том, что тебе интересно. А как тебе кажется, то, что ты изучила вот за время в университете, можно ли это всё изучить там на каких-то курсах, которые сейчас существуют, и заняло бы намного меньше времени? Я считаю, что если мы рассматриваем университет только как место получения знаний, то безусловно да. Но мне кажется, что это всё равно, ну, может быть, это не про высшее образование, может, это в принципе про учёбу, но мне кажется, что вот там главные вещи, которые я вынесла для себя из своего, я даже не скажу из высшего образования, но из вот лет, проведённых в университете, это не совсем именно про предметы. То есть это всё равно это социализация, это какая-то культура, это там тусовки, например, это там твоя, ну, способность, твои навыки заводить какие-то знакомства. Опять же, там навык обработки информации, навык за ночь сделать то, что ты должен был делать два месяца. Ну, это, согласитесь, довольно полезные вообще-то вещи, и отдельно стоящие курсы никогда тебе этого не дадут. Поэтому, в принципе, вот что-то похожее на высшее образование, я считаю, нужно всё равно, ну, то есть должна быть возможность попасть в какой-то коллектив, там каким-то образом самоутвердиться, ну, занять в этом коллективе какую-то позицию, потом как-то общаться в взаимодействии с людьми на достаточно долгом промежутке времени, но всё равно конечном, то есть это, ну, всё равно такая репетиция жизни. В этом смысле я считаю, что это очень полезно, и никакие курсы это не заменят. Но про высшее ли это образование, ну, конечно, нет. Стас, а как тебе кажется, как понять нашим слушателям и вообще всем, вот если ты хочешь заниматься там определённой профессией, что для этого лучше, получить высшее образование или попробовать пойти вот на какие-то такие курсы, мастер-классы, может быть, начать работать? То есть вот как здесь выбрать? Ну, я думаю, да. Во-первых, действительно зависит от профессии, потому что для какой-то профессии требуются просто практические навыки, а для какой-то всё-таки нужна какая-то фундаментальная подготовка, да. То есть историкам без высшего образования стать нельзя? Если мы говорим об академической истории, да, потому что... Ну, можно, да, можно, потому что если тебе интересно, и у тебя есть какие-то навыки действительно работы с информацией, то можно, но это займёт гораздо больше времени, потому что тебе придётся самостоятельно изобретать велосипед, да, потому что... В чём заключается вообще профессия историка? Она, прежде всего, заключается в понимании, как работать с текстами, как работать. Ну, для нас это источники. Как их анализировать, как их сопоставлять, как читать тексты твоих предшественников, да, о том, что я, в общем, могу, посмотрев, в принципе, на книжку, на статью, даже не по моей узкой специальности, я, в общем, скорее всего, довольно быстро пойму, она хорошая, можно ей верить или нет. Да, ну, по крайней мере, чтобы меня обмануть, там довольно много нужно потратить будет автору усилий, да, потому что у меня всё-таки есть уже как-то понимание, куда надо смотреть, на что обращать внимание, и как с этим работать, потому что, ну, у меня были хорошие преподаватели, дальше всё-таки у меня был большой опыт этого дела, да, поэтому можно, но это займёт гораздо больше времени, потребуется гораздо больше сил, и получится не у каждого, да. Вот как-то так, наверное, да. Ну, в общем, конечно, очень жаль, когда человек тратит там четыре года на то, что ему потом оказывается совершенно ненужный, неинтересный в жизни. Ну, а если будем говорить про такие там практические специальности, вот, например, есть там, не знаю, факультет бизнеса, да, вот чему на факультете бизнеса могут научить человека, который захочет стать бизнесменом? И есть ли вообще смысл вот четыре года, пять лет на это? Есть даже простой пример, есть программа MBA, да, очень-очень распространённый. Я так понимаю, что, ну, я здесь могу как дилетант рассуждать, но как я себе это представляю, там, наверное, 50%, может быть, даже меньше, это знания, которые действительно дают людям, а половина или больше половины – это просто знакомство, да, это опыт, да. Ты попадаешь в некую среду, и это тебе помогает дальше, потом в твоей карьере, да. То есть любая учёба, как правильно сказала Алёна, это не только про знания, это про взаимодействие с людьми в рамках коллектива, и поэтому здесь онлайн-курсы, наверное, вот эту сторону они не могут сдать, даже если они очень хорошие. А ты, кстати, используешь такие вот онлайн-курсы как дополнительный образовательный? Ну, я... Или польза дополнительной информации? Ну, сейчас вообще очень единственный плюс, да, всех-всех этих наших бед последних лет, когда невозможно никуда ездить практически, это то, что гораздо больше всяких мероприятий перешло в онлайн, и в этом смысле удобно, потому что больше, например, стало каких-то конференций, куда бы я, может, не поехал, а так я через интернет могу или выступить, или послушать умных людей, да. В этом смысле стало больше возможностей. В смысле онлайн-образования нет, я тоже... Времени нет совершенно. Ну и как-то, в общем, я, пока я занимаюсь тем, чем я занимаюсь, мне кажется, полученного уже именно как образование хватает. А дальше, например, просто когда ты готовишь курс, который ты новый будешь читать, ты всё равно учишься, да, потому что невозможно... Хорошая есть поговорка, когда ты не можешь разобраться ни в какой теме, пока ты не начнёшь её преподавать. Потому что так у тебя есть какое-то общее представление, а когда ты понимаешь, что тебе надо с этим прийти к студентам, они будут задавать вопросы, ты их сам заранее проигрываешь и начинаешь где-то копаться всё равно дополнительно. И дальше выстраивается какая-то более глубокая, более чёткая картина у тебя собственная, да. Поэтому любой преподаватель хороший, он постоянно сам учится всё равно, потому что без этого ты не сможешь. Алёна, а ты не считаешь, что вот этот вообще лекционный подход к образованию, который существует в университетах, он для современного поколения становится всё менее актуальным, что становится уже неинтересным. Сделать даже не в качестве информации, а просто вот в методе подачи. Мне кажется, что... Ну да, я полностью согласна. И мне кажется, что ещё специфика восприятия тоже с годами, она очень сильно меняется, потому что даже я по себе замечаю, что я, например, всегда очень много читала. Вот всю жизнь я читала книжки, я читала на ходу, читала в кровати с фонариками, читала в ванной. То есть я всегда была с книжкой, вот всегда всю там, все, не знаю, первые лет 16 своей жизни. Я просто у меня всегда в руках была книжка, чтобы я не делала вот буквально всегда. А сейчас я понимаю, что если, например, под каким-то постом в Инстаграме чуть больше знаков, чем обычно, мне уже тяжело. Я просто пролистываю. Ну то есть у нас сейчас просто настолько много информации, и она так сжата, что современный человек просто отвык уже от длинных текстов, ну среднестатистический человек. И чем дальше, тем хуже, потому что сейчас уже эпоха видео пошла, когда люди в принципе не особо это читают, потому что им показали, рассказали, это всё на ходу ты это закидываешь. Ну это как фастфуд от информации, да? Ты просто, это всё происходит на ходу, и, ну мне кажется, это я без осуждения об этом говорю, да? Это просто, ну, факт, с которым надо как-то, видимо, нам всем жить. Можно я добавлю, да? Потому что действительно это есть, конечно, это просто глупо отрицательно, что это есть, и совершенно точно так же глупо говорить, что вот нынешняя молодёжь-то, они не то, что мы, да, в своё время. Ну это смешно, да? Они ничуть не хуже нас, во многом лучше. Но просто они другие, да? И, конечно, надо на это ориентироваться. Но при этом, при том, что есть объективные эти изменения, в которых сами по себе нет ничего плохого, те, кто в этом поколении, например, сохранит навык, например, восприятие, это больших текстов, это будет у него большой бонус. Да, потому что всё равно это будет востребовано, да? Сейчас там есть, не знаю, ТикТок, ещё что-то, да? Но всё равно есть люди, которые придумывают смысл, а дальше они начинают уже кто-то их транслировать, другие люди. И в конечном счёте это будет бонус, да? Это просто там в моём поколении, в Алёнином это было нормально, а сейчас это будет редким навыком, который будет, на самом деле, я думаю, давать тем, кого будет этот навык, большие преимущества в жизни, потому что они просто смогут больше сделать и больше придумать. Мне так кажется, да. Ну да, но всё равно, если говорить именно про широкую, широкий подход, то, наверное, это всё-таки скорее уже такой немножко анахронизм. Да, конечно, конечно, но это нормально, потому что сейчас мы просто пережили революцию информационно, такую же, как произошла в 15-м веке, когда книга печатания появилась, такую, как ещё раньше, когда, в принципе, появилась письменность. У нас произошла революция в форме потребления информации. Другое дело, что она очень быстро произошла. Она произошла буквально в рамках одного поколения, а не столетий или десятилетий, как это было раньше. И сейчас весь мир как-то к этому приспосабливается. Ну, раз мы говорим про такие дополнительные источники образования и пометую, о чём наш подкаст, не можем не поговорить про что, где, когда. Алена, расскажи, что, где, когда, каким образом тебя и вообще образовывает ли оно каким-то образом тебя как игрока, вот если в это играть? Я бы сказала, что скорее игра мне даёт какие-то интересные факты, но вот образованием я бы это не назвала, честно говоря. То есть то, что я приобрела очень большое количество очень полезных навыков, это, конечно, факт. То есть про это я могу прям долго говорить, иногда это делаю, но именно в плане образования я бы сказала, что скорее нет. То есть вот когда я играю из вопросов, я иногда узнаю что-то интересное, думаю, классно, да, я вот не знала, интересненько. То есть просто как факт. Да, да, просто как факт. Так, чтобы вот образования скорее нет. Стас, а ты? Ну, тут непросто, да. Во-первых, как я уже говорил, я вырос ещё школьником в доинтернетной эпохе. Для меня телепередача «Что, где, когда» была довольно важным источником знаний о мире. Вот ещё в детстве, в школе. Да, какие-то вещи я узнавал. Ну, там я, например, до сих пор помню вопрос, когда знатокам, ну, это всё в 90-е ещё было, вынесли картину «Рождение Венеры» и спросили, почему эта Венера обязана своим появлением бочонку. Ну, сейчас, в общем, я думаю, что большинство понимает, что это художник Боттичель, у него фамилия, собственно, прозвище. Прозвище Боттичель, оно значит бочонку, но такие тогда не ответили. Причём это была, по-моему, команда Блинова в том великом составе. То есть это были не самые глупые люди, мягко выражаясь, да, но вот они не догадались. Вот я запомнил этот факт до сих пор, да. Таких, на самом деле, много примеров можно привести. Сейчас, конечно, не так, потому что сейчас есть масса источников информации более, ну, таких более подходящих, чем передача «Что, где, когда», и вряд ли кто-то её смотрит просто для того, чтобы что-то новое узнать, это может по ходу произойти. Поэтому её функция изменилась. Лично для меня, ну, бывает, но тоже, конечно, я не могу сказать. Скорее бывают ситуации, когда мне какие-то мои... Это тоже редко бывает, когда какие-то профессиональные знания помогают, потому что чаще профессиональные знания мешают отвечать на вопросы. Я хотел спросить, а были ли какие-то профессиональные знания, которые ты приобрёл за счёт того, что отвечал на вопросы? То есть было ли что-то в игре по твоей теме, чего ты не знал? Ну, бывает. Я сейчас, может быть, не вспомню конкретных примеров, но, в принципе, бывают ситуации, да, потому что, когда, скажем, да, ты тоже преподаёшь, ну, я иногда могу привести какие-то факты, какие-то интересные истории, которые из вопросов узнал. Другое дело, что я их потом всегда, конечно, я не довольствую с тем, что в вопросе вопрос... Это повод просто почитать что-то, про эту историю понять, потому что она должна как-то... Должна быть система, да, то есть любые знания имеют смысл, когда они в системе существуют, да, потому что когда это просто куча фактов, с ней невозможно работать. Когда это структурировано, это имеет смысл, и ты можешь это использовать практически. Само по себе набор вопросов, для что-где-когда он должен быть максимально разнообразным. Там не должно быть вот этой структуры. Дальше ты можешь эту структуру у себя выстроить, а можешь не выстраивать, и тоже ничего плохого в этом нет. Алена, вот мы поговорили про что-где-когда со стороны знатока, а вот со стороны зрителей, что где-когда может образовывать? Или это тоже узнавание каких-то просто отдельных фактов? Мне кажется, что это тоже про узнавание каких-то фактов, потому что чисто теоретически, конечно, нам могло бы образовывать, в плане тоже учить обрабатывать информацию, учить добывать ответ из вопроса. Но тогда это же всё-таки по сути своей развлекательная передача. То есть я предполагаю, что есть люди, которые смотрят вот именно как условный крапель, которые смотрят передачу и там видят механизмы какие-то. Но большинство людей всё-таки они смотрят, чтобы там, а вот, друсь на вопрос не ответил. И в этом смысле, ну, мне кажется, что не надо усложнять просто. То есть да, конечно, я уверена, что почти там любой человек хоть раз, хоть раз за игру, или раз в жизни узнавал что-то интересное, но вот так, чтобы прям чему-то научиться из игры, не знаю, я думаю, что нет. А те, кто пишут вопросы? А вот те, кто пишут вопросы, наверняка да, потому что это, конечно, ну, перелопачивание огромного количества информации. И это же, ну, такой большой слоёный пирожок. То есть тебе нужно мало того, что найти интересный факт, ещё там его раскатать и завернуть так, чтобы это стало вопросом. А вот здесь, да, здесь, конечно, это очень интересный процесс. Ну, сейчас у нас Юль и абитуриенты задумываются, да, куда и когда им поступать. Я бы хотел узнать ваше мнение, ваш какой-то рецепт, как понять, чем ты хочешь заниматься, и как в зависимости от этого выбрать свой дальнейший там путь и формат образования. Стас, что бы ты рекомендовал? Ну, вот мне кажется, сейчас как раз вот всякие онлайн-форматы, заочные форматы, они помогают, потому что они... Там может быть достаточно короткий курс, но, по крайней мере, ты так немножко эту тему начинаешь для себя скрести и что-то понимать, и дальше, наверное, можно понять. Это нравится, интересно, или наоборот, это всё оказывается не таким, как оно представлялось со стороны. Ну, можно общаться, конечно, со старшими товарищами, да, как-то это тоже, наверное, помогает. Хотя, не знаю, люди очень разные, и я в этом смысле скептически к тому возможности применить чужой опыт к себе отношусь, поэтому, ну да, наверное, надо вот пробовать. Ален, ну я здесь, наверное, больше на твоей стороне, потому что, когда я выбрал образование, мне многие родственники советовали, типа, знаешь, если не знаешь, что выбрать, можешь стать экономистом или закончить бизнес, потому что можешь и продавать мандарины, и работать в банке. Вот, если ты сейчас вот, если человек сейчас на этой стадии, что всё-таки лучше? Попробовать действительно пойти на какой-то факультет такой очень общей, да, специализации, или как-то, не знаю, там, дать себе время подумать, походить на курсы, всё пораспробовать, и выбрать более узкую всё-таки специальность? Честно говоря, мне кажется, что вот у нас есть одна гигантская проблема, это армия в этом смысле, потому что вот, когда у меня получился этот небольшой, ну там сколько, полгода, да, чуть больше перерыв между первым университетом и вторым, я поняла, что это вообще-то очень полезная вещь. Ну то есть, мне кажется, действительно, если бы у наших школьников была возможность годик вообще, ну то есть, всё равно школа — это тоже гонка, все эти экзамены, ЕГЭ — это всё гонки, и если бы, ну и у тебя нет иногда возможности взять паузу и просто понять реально, что ты хочешь от жизни, потому что всегда что-то, кто-то хочет от тебя, и вот это вот там надо поступить, любой ценой поступить, неважно, куда главное поступить, и действительно вот, ну, несчастные загнанные дети, да, они часто, ну, у них даже нет возможности понять, чего бы им хотелось, потому что вот это всё время происходит. И мне кажется, что если есть возможность взять какую-то паузу и подумать, и попробовать какие-то вещи, это супер, ну то есть, это вот прям однозначное добро, потому что ты можешь, во-первых, нормально отдохнуть, во-вторых, понять, реально разобраться в себе, понять, чего бы тебе хотелось, и потом уже идти вот заниматься именно тем, что тебе, как тебе кажется, тебе нравится. Опять же, это тоже не даёт никаких гарантий, да, то есть, и вот здесь, мне кажется, тоже вторая важная вещь, что надо как-то вот идеально было бы всем прийти к тому, что, ну, если там ребёнок, молодой человек хочет бросить то, чем он занимается, чтобы у него тоже была такая возможность, а не там, ты с ума сошёл, как это ты вот уходишь из университета, всё там сейчас, небо рухнет на землю, и мы все умрём. Вот, потому что, ну, действительно, я мало себе представляю более грустных вещей, чем через пять лет выйти из университета и понять, что ты их просто потратил впустую, да, там ты потусил, познакомился с какими-то людьми, но вот ты вообще не будешь этим заниматься, чем ты будешь заниматься, непонятно. Тебе уже там не 18, да, и все твои знакомые уже кем-то работают, а ты какой-то, ну, неудачник получаешься, и это реально очень какой-то депрессирующий момент, которого легко можно было бы избежать. Поэтому мне кажется, что вот если ты прям вообще не знаешь, что ты хочешь делать, то нет ничего плохого в каком-то суперобщем образовании, да, вот, ну, если ты хочешь учиться, ну, непонятно чему, но в принципе хочешь, ну, да, почему нет. Это в любом случае, ну, я считаю, что учиться лучше, чем не учиться, если у тебя есть такая потребность. А дальше уже как пойдёт. Стас, а если ты уже определился с тем, чем ты хочешь заниматься, поступаешь в университет, как тебе кажется, на что нужно обращать внимание при выборе университета и факультета? Ну, да, это непросто, да. Ну, в принципе, для этого, собственно, существует такая вещь, как День открытых дверей в вузах, когда идеи как раз абитуриента могут прийти, посмотреть в глаза преподавателям, с которыми, может быть, предстоит общаться несколько лет, послушать. Ну, да, есть рейтинги, хотя, конечно, это вещь довольно относительная. Ну, есть подготовительные курсы, да, собственно, тоже при всех вузах, где тоже можно посмотреть на такое, да, бесплатное-бесплатное превью, да, того, что будет. Ну, в общем, мне кажется, у нас проблема в том, что ведь, во-первых, у нас, если мы говорим не о Москве, а и не о Петербурге, о большинстве других регионах, там не всегда есть реальный выбор, да. То есть дальше уже там всех жизненные обстоятельства разные, да, кто-то готов ехать в другой город или в другую страну, кто-то не готов или не может физически этого по каким-то причинам сделать, да. Очень сложно давать универсальные советы, но, в общем, вузы заинтересованы в том, чтобы все привлекать хороших, способных, заинтересованных людей, молодых, поэтому они стараются себя рекламировать и, в общем, при желании, да, тем более в век интернета не так сложно найти информацию. Тогда перейдём к нашему заключительному этапу. Это Супер Блиц. Три вопроса по 20 секунд размышления на каждом. Алена, давай начнём с тебя. Вопрос первый. Как ты считаешь, что важнее в успехе, даже давай так скажем, что важнее в карьере? Да, это всё-таки удача или это образование? Я считаю, что удача. Стас, а ты? Я думаю, одно без другого невозможно. То есть без удачи точно ничего не будет, это факт, да, потому что ты можешь получить прекрасное образование и быть прекрасным, да, там, специалистом уже, но если тебе не повезёт, то довольно сложно будет с этим бороться. Но одной удачей тоже очень мало людей, которым действительно 10 раз подряд выпадает, вот они ставят на одно число, и здесь оно 10 раз подряд выпадает. Наверное, так может быть, но это маловероятно. Строить свой жизненный план исключительно на то, что из расчёта, что тебя всегда будет вести, не лучшая стратегия, мне кажется. Ну, конечно, да, но если тебе один раз в начале карьерного пути хорошо повезёт, в принципе, дальше уже... Ну, проще, проще. Это однозначно, да. Стас, будет ли школа обязательной через 50 лет? Ох, ну, я думаю, что в каком-то виде всё равно будет, потому что, ну, как я уже сказал, всё равно нужно, чтобы у людей были какие-то базовые общие представления о мире. То есть, может быть, это будет не школа называться, может, это будет сразу, не знаю, пилюльку давать или там чипировать как-то людей, у них сразу это базовое представление будут в голове возникать, не знаю. Но что-то аналогичное школе, я думаю, будет. А ты? Ну, я согласна, да, мне кажется, что без этого никак. То есть, в том виде, в котором она сейчас существует, я надеюсь, что нет. А в каком-то прогрессивном виде будущего, конечно, это нужно. Ален, ты разрешишь своему ребёнку не получать высшего образования? Да. Стас, а ты? Да, конечно. Ну, если это будет его выбор, конечно. Наконец-то, однозначный ответ. Благодарю вас. В гостях у нас сегодня были Станислав Мереминский и Алена Повышева. Подписывайтесь на социальные сети «Что, где, когда». Меня зовут Михаил Крюк. И до встречи в новых выпусках. Благодарю вас. Продолжение следует...